продолжение темы настройка материала паркетные полы могу предложить вам еще один вариант который я считаю наверное самый выгодный самый быстрый если вам нужно сделать быстро в интернете можно найти текстуры паркетных полов вот я скачал некоторые вот допустим вот раз 1 у текстура она довольно таки большого размера где-то 6000 на 6000 пикселов и к ней еще идет дополнительно бамбовская карта то есть вот эти две текстурки мы попробуем использовать вот у нас есть еще старая сцена с которой мы работали вот на нее мы и положим эти текстуры так сразу создадим веревский материал на дефуз кладем эту карту так вот она у нас накидываем на полы на эти и отображение включаем так далее нам следует к ним к этим полом применить модификатор так вот snap так оставим планарная здесь у нас 5 на 3 метра а так как карту нас квадратная и нам нужно создать квадрат то есть возьмем 300 300 но это наверное очень много 150 150 но вот так вот уже лучше дальше что можно можно попробовать повращать ее для этого вот открываем сам модификатор включаем гимза берем вращение и угловую привязочку и вращаем нас плоскость остается на месте а текстура вращается вот 90 ставим 90 наверное не стоит лучше вернуться назад так более выгодно смотрится то есть вот мы сделали можно сделать быстрый рендеринг как всегда я буду его вырезать чтобы вам не тратить время но он нам нужен для того лишь чтобы посмотреть и насколько но я думаю даже не стоит дальше делать рендеринг по размеру в принципе нормальная размер у нас нормальная дальше что нам нужно сразу положим карту бамп на ее законное место вот она у нас карта это у нас здесь 30 я думаю это принципе нормально можно прибавить можно убавить это уже потом вы сами решите так вернемся назад и глянец глянец где-то вот так в районе середины прибавим так и чтобы нас на увидеть глоссе нас начинаем убавлять и смотрим на облик 08 вот 08 по моему такие лакированные полы получается у нас ну что ж и попробуем от визуализируем и так у нас визуализация закончилась и вот результат который мы хотели то есть ну я считаю что средне достойный такой результат если вам этого мало можно еще поработать вот с таким параметром как отражение по фринелю здесь вот в данном случае настройка стоит галочка сразу если мы ее уберем то у нас я полы будет полностью глянца фринель просто определил что отражение зависит от угла зрения то есть какой угол такое отражение чем более тупой угол тем сильнее отражение это можно даже убедиться вот когда вы смотрите в воду вы видите дно когда вы смотрите в воду под углом вы видите отражение неба но не буду вам эти вещи разъяснять тем более что я не физик вообще кто кому понадобится найдут и почитает смысл то в том что создали для визуализаторов создали определенную таблицу где каждые материалы расписали значение вот этого отражения и для того чтобы поставить нам отражение нам нужно вот ключик отжать и здесь вот место 1 и 6 мы поставим ну допустим значение 4 так как в данной таблице если я найду я вам здесь и выставлю параллельно дерево отведены интервалы от 3 до 6 там металл другие там стекло другие дерево от 3 до 6 вот мне четверочку поставим и сразу посмотрим нас глянец очень сильно увеличился на материале да естественно нам придется глотинус убавлять где-то вот 065 может многовато но нормально наверно будет и значение глотинус не рекомендует уменьшать меньше 0 3 в этом случае появляются артефакты ну такой немного шум тональный цветовой в этом от которого в принципе придется избавляться увеличением качества вот субдивы даже можно сейчас чтобы нам получить хороший более лучший результат взять и изменить там с 8 на 28 то есть просчет увеличится но и качество тоже немножко увеличится то есть вот такие вот настроечки сделать ну дальше здесь вот отражение количество отскоков но если мы уменьшим то у нас отражение от полов на стенах уменьшится принципе даже можно каким-то образом вот попробовать допустим оставить одно отражение только и просчитаем мы получили результат и видим что проработка текстуры у нас значительно понизилась и повысилось отражение но в принципе полы выиграли они смотрятся более единой плоскостью более выгодно смотрит само полотно полов но если вам нужно чтобы текстура это больше проработалась значит соответственно вот это значение а и ор по принелю то есть отражение во принелю нужно уменьшить допустим там до трех вместо четырех у вас больше проработается текстура и меньше будет отражение то есть вот это вот параметр как раз и отвечает за то что а глубинная текстура понижается пропадает и поверхностное отражение увеличивается ну я думаю на этом все в этом занятии понравилось ставьте лайки или дизлайки пишите в комментариях подписывайтесь и встретимся в следующих уроках а 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